Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях, расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Кривоозерские палачи. Журналисты подробностей выяснили детали биографии полицейских, подозреваемых в зверском убийстве. В Николаевской области что ни день, то ЧП. И сегодня там несколько резонансных происшествий, но начнем мы с самого громкого, новых деталей трагической истории в поселке Кривое озеро. Я напомню, там в ночь на 24 августа от побоев и ранения из травматического пистолета скончался местный житель. Троих полицейских суд уже отправил под арест. Одному из них прокуратура инкриминирует умышленное убийство. Пока следствие продолжается, односельчане убитого не молчат. Их слова лишь в очередной раз подтверждают предварительные выводы официальных правоохранительных органов. С жителями общался Сергей Анастасов. Кривое озеро едва не повторило судьбу печально известной в Радиевке. Здесь были и ночные беспорядки, и попытка местных жителей линчевать полицейских беспредельщиков. Который день только и разговоров, как такое могло произойти. То, что Александр Цукерман бегал, размахивая лопатой, как уверяют задержанные соседи, называют бредом. То, что они говорят, что он с лопатой за ними бегал, это чистая, чистая брехня. Сказали, ты мразь, ты понимаешь, что ты мразь, что таких, как ты, надо убивать. Мало того, местные жители подозревают, скорее всего, полицейские были под воздействием наркотиков или алкоголя. Ведь иначе объяснить жестокость, с которой они избивали погибшего, а потом и вовсе застрелили, не могут. Они были какие-то неадекватные. Я побачу, я его не узнал. Просто в лице такое было одно миссиво. А полицейские, почему они так себя жестоко поверили? К чему можно объяснить это? Даже не знаю. Это не люди. Так люди не могут сделать. Сегодня генпрокуратура официально признала, что стреляли в область сердца. Пока по делу проходят шесть полицейских. Трое, которые непосредственно принимали участие в расправе над Цукерманом, задержаны. Вчера суд оставил их под стражей без права внесения залога. Александра Причипоиду и Николая Хоменко на месяц, Дениса Ляхватского на два. Василия Трубаченко, Владимира Лемеху и Романа Богача отпустили. Известно, что один из них аттестацию не прошел. Кто конкретно ни в прокуратуре, ни в полиции не говорят, только оправдываются. Николаевским региональным подразделениям полиции это решение было реализовано, и человек действительно был уволен. Но суд принял обратное решение восстановить его в должности. Подозреваемым полицейским грозит до 10 лет тюрьмы. Как именно развивались события в ночь на 24 августа, возможно, прояснят записи с камер наружного наблюдения, которые установлены на универсами. То, что эти записи уже изъяты, нам подтвердили в прокуратуре. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Николаевская область. И сегодня же в поселок приехало новое руководство местной полиции. Я напомню, райотдел там после трагедии был полностью расформирован. Что намерен делать новый начальник, и как его встретили местные жители, мы узнаем об этом у Андрея Анастасова. Он сейчас с нами на прямой связи. Андрей, здравствуй, тебе слово. Расскажи, кто станет новым начальником? Сегодня местным жителям Кривого озера представили нового начальника районного отделения полиции. Им стал бывший патрульный из Николаева Александр Гарпинич. Одна из задач – вернуть доверие людей к полиции. Может, я буду в чем-то суворий, но принциповость у меня одна. Не знаешь, как вдеять, дей по закону. Поэтому, будь ласка, приходьте, будем общаться, каждого почую. Жителям района пообещали, подобных трагедий больше не повторится. В ответ же из зала послышались выкрики, а люди жаловались полицейские в глубинке. Часто закрывают глаза на преступления. А молодые сотрудники, сплошь сынки милицейских полковников и генералов, работать не хотят. Наркоман, они приехали из Первомайска, мы родим им зауважение. Они говорят, я мешок коноплев, арестовал, где эта конопля? Они же с начальником искурили их по дороге в Первомайск. Шановники, это ваша борьба. Интересным также было и выступление председателя райадминистрации. Алексей Мирошниченко неожиданно заявил, что народный бунт, который произошел недавно после убийства Александра Цукермана, был вовсе не стихийным. Дескать, это была провокация. А также он обратился в МВД, чтобы те открыли уголовное производство по факту массовых беспорядков и порчи имущества. Впрочем, на местных жителей все эти увещевания не очень сильно подействовали. Людям главное понять, как будет развиваться дальше, как сохранится ситуация под контролем в их районе и дальше. И здесь вот такая позиция основная. Пусть даже, например, сейчас и проведут какую-то очередную чистку в полицейских рядах, но откуда возьмутся новые, те самые честные кадры? Студия. Спасибо, Андрей. Андрей Анастасов о сегодняшней ситуации в Кривом озере Николаевской области. В Верховной Раде сегодня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. От позиции главы МВД относительно ситуации в Кривом озере будет завести его дальнейшая судьба. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Рифат Чубаров. По словам нардепа, о причинах и последствиях трагедии в Николаевской области заслушают отчет, который, собственно, и решит судьбу Арсена Авакова. И еще одно ЧП в печально известном регионе. На этот раз в самом Николаеве средь бела дня неизвестные расстреляли автомобиль клиента одного из банков и украли 2 миллиона 600 тысяч гривен. Все произошло прямо в центре города. Мужчина приехал в отделение обменять валюту. Ладу свою он припарковал у входа. Совершив операцию, вышел из банка и сел в свою машину. Как только автомобиль тронулся, к нему подбежали неизвестные в масках, выстрелили в заднюю дверь и прокололи шины. После чего забрали сумку с деньгами, сели в свой внедорожник с тонированными стеклами и скрылись. Ни клиент банка, ни прохожие не пострадали. Автомобиль сейчас объявлен в розыск. Все выезды из города под контролем полиции. Я слышала глухой звук. Вначале думала, колесо стрельнуло у кого-то. А потом, когда вышла, увидела разбитое стекло в машине. Неведомая особа, обличая, которая была с пяти масками, здесь выстрелы в заднюю руководство автомобиля, после чего завладели сумку, из-за лица, в каких из его слив находилось больше двух половин. И о деле бывшего руководителя этого региона. Сегодня в Николаеве состоялось первое судебное заседание по делу Николая Романчука. И напомню, это бывший зам губернатора области, которого обвиняют в получении взятки в 90 тысяч долларов. У него дома обнаружили подземные тоннели с пачками долларов, золотыми слитками, антиквариатом и складом оружия. Как прошло первое заседание по этому делу Николаевского Монте-Кристо, расскажет Кирилл Ющишин. Дело Романчука рассматривали ровно два месяца. После военные прокуроры передали материалы, а это шесть томов, самому подозреваемому и адвокатом на ознакомление изучали две недели. На сегодня назначили первое судебное заседание, рассматривали обвинительный акт. С самого начала защитники экс-губернатора всячески пытались перенести слушания. Первый аргумент – два адвоката из пяти не смогли приехать в суд. Прошу суд, ваше честь, подклассить проведение правительственного заседания. И на данный момент моих защитников реально могут подвести участие в таком судовом заседании. Адвокати внаслідок дій прокуратуры не смогли свойчасно ознайомиться в полном уровне с материалами справа, оскільки были обмежены, из моей точки зрения, неправомирно. Судді хадатайства отклоняют. В залі судового заседания присутні три захисника обвинувачено, чим полностью забезпечено його право на захист. Дальше адвокаты выражают недоверие и заявляют об отводе судей. Но и это хадатайство отклоняется. Затем защитники вступают в словесную перепалку. Судом на розгляд ставится питание щодо можливости призначения. Военный прокурор все же настоял, чтобы обвинительный акт начали рассматривать. Обвинительный акт, я вважаю, складною передового вмога криминального писателя законодавства Украины, тому подстав для его поведения немає. Заседание продолжается до сих пор. После очередной пачки хадатайств сразу от трех адвокатов Романчука суд снова удалился в совещательную комнату. Напомню, громкое задержание произошло в начале лета. Сразу четверых чиновников поймали на горячем при получении взятки. Романчука, его советника, советника главы облсовета и замглавы Еланецкого района. Все вместе вымогали у предпринимателя 90 тысяч долларов за разрешение на разработку известнякового карьера. Задержание происходило в момент передачи денег. Была погоня, стрельба и все это в центре города. Дальше больше. Во время обысков у Романчука, главного подозреваемого, под домами нашли оборудованные тоннели. В них сейфы с золотыми слитками, сотнями тысяч долларов наличности, антиквариатом и арсеналом оружия. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Долетался. Исполняющего обязанности ректора национального авиационного университета, возможно, скоро ждет непредвиденная посадка. Ему грозит 12 лет лишения свободы за взятку. Детективы поймали ректора на горячем и, чтобы дело не остыло, уже готовят ему подозрения. Продолжит Елена Механик. Карьера чиновника высокого полета, исполняющего обязанности ректора национального авиауниверситета Владимира Харченко, сегодня ушла в крутое пике. И это, несмотря на все его титулы, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат госпремии в области науки и техники. Еще несколько дней назад на сайте родного вуза он лично писал, как в стенах Альма-Матер побороли разгулявшуюся коррупцию, а теперь его самого поймали на взятки в 5 миллионов гривен. Взятку ректору передавали через посредника, адвоката. Первый транш 3 миллиона. Теперь и тому, и другому собираются объявить о подозрении. У обоих уже проводят обыски. Ректор сейчас в больнице под присмотром детективов. Все-таки возраст 73 года. Плануется обратиться к суду с клопотанием про обранье запобежных заходов в виде тримания под вартою. Как альтернатива будем пропоновать суду застосовать заставу в размере 5 миллионов гривен. В антикоррупционной прокуратуре так и не назвали фамилию того, кому заломили такую высокую цену за восстановление в должности первого проректора. Хотя ни для кого не секрет, что с нее был уволен кум бывшего министра образования Дмитрия Табачника Максим Луцкий. Детективы обещают раскрыть все карты со дня на день. Елена Механик, Юрий Романюк, Геннадий Никеенко. Подробности. Телеканал Интер. На взятки помельче попались сельский глава и депутат сельсовета в Прикарпатии. За какие услуги они вымогали почти полмиллиона гривен? Давайте посмотрим. Вот здесь, в самом центре Ивана Франковска, на глазах десятков прохожих и произошло задержание. Очевидцы говорят, все было как в кино. Люди там в масках выбили, затримали автомобиль, зупинили, вытягали людей и черный пакет с кошками. И начали вытягивать, а там пачки, там сотни тысяч гривен. Операцию проводили работники прокуратуры вместе с полицией. Задержали двоих мужчин. Сельского голову Березовки, Александра Вару и депутата сельсовета. При получении взятки 400 тысяч гривен. Деньги требовали от предпринимателя. За 20 соток земли тот хотел строить автозаправку. Протягом квитня-червня вказанные особи у три приема отримали неправомирную выгоду в сумме 70 тысяч гривен. А 25 серпня этого года в месте Ивано-Франковске отримали уже кинцевую сумму в размере 400 тысяч гривен. Сотрудники сельсовета заметно нервничают. Рассказывают, накануне здесь был обыск. Продолжался почти до двух ночи. Изымали документы. Тут было все оберно другим боком. Люди добрые. Сколько можно нервы трепать? Анна Гаврилюк – землеустроитель. То, что в селе выделили 20 суток предпринимателю, подтверждает и уверяет. 470 тысяч гривен, за получение которых задержали председателя сельсовета и депутата, вовсе не взятка. Это благотворительный взнос от предпринимателя. Людина пришла сама, предложила нам благодейный внесок. Она нам предложила, чтобы мы ей дали делянку земли. И решение проведено всем документами. И с заявкой, и сессией. Всім-всім-всім. Жители Березовки новостью шокированы, но мнения традиционно разделились. Нормальная голова. Нет. Хозяйноватый хлопок. Больный клуб поддерживает в селе. Ну я буду. Сейчас задержанные в СИЗО. После объявления о подозрении прокурорам суд изберет им меру пресечения. Ярослав Кречко, Жанна Дычак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. Задержанием увенчались и доминиканские каникулы бывшего мэра Херсона. Почему Владимир Сальдо закончил свой отпуск в наручниках и в чем его обвиняют, расскажет Елена Зорина. 50 километров белоснежного песка, коралловые рифы и кокосовые пальмы. Это популярный в Доминикане курорт Бавара. Именно здесь провел лето, а точнее последние два месяца экс-мэр Херсона, а ныне рядовой депутат горсовета от партии «Наш край» Владимир Сальдо. И вот как закончился этот отдых. Политика задержала полиция. Подозревают Сальдо в похищении человека. Это видео якобы обнародовал сам пострадавший. В мидии информацию о задержании подтвердили. Вот только фамилии никаких не называли. Вместе с Сальдо, говорят, в Мидии задержан еще один подозреваемый. Гражданин Болгарии, по информации похищенного, пожелавшего остаться неизвестным, исполнителями преступления были охранники депутата. Причина – компромат на политика записи разговоров, где он якобы признается в сотрудничестве с российским ФСБ. Их уже изучает Служба безопасности Украины. Есть они и в интернете. Человек, голос которого похож на голос Сальдо, говорит о существовании некого куратора от российских спецслужб. И рассказывает о помощи его политсиле в финансировании выборов в Херсонской области. Главное – давать информацию, что происходит на местах, о настроениях среди населения, какие там акции протеста. Если они все-таки решат заходить в Херсон, тогда понадобятся надежные люди, которые настроены в сторону именно объединения славянских народов. Сам Сальдо уже назвал эти пленки смонтированными. Но и без этого экс-мэр Херсона не раз оказывался в центре скандала. Вот как его, к примеру, встретили активисты на сессии Горсовета. Люди считают Сальдо причастным к расшатыванию ситуации в области. Политик трижды был мэром Херсона, после нардепом от партии регионов. После революции стал одним из лидеров проекта «Наш край». От мэрских амбиций в Херсоне отказался и пошел в местные депутаты. Нынешнюю историю с похищением ни одна партийца, ни его близкие комментировать не хотят. Я не могу сейчас говорить. Не могу. В ближайшее время Сальдо изберут меру пресечения. Сегодня же с задержанным должен встретиться консул. Елена Зурина, подробности, телеканал Интер. И у нас снова новости из Николаева. Буквально полчаса назад стало известно еще об одном происшествии. Там стреляли в участника тарифного Майдана, местного предпринимателя Дмитрия Макса. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии «Простых людей» Сергей Каплин. Стреляли резиновыми пулями со свинцовой начинкой. Сейчас пострадавший находится в больнице. Каплин обратился в ГПУ и нацполицию с требованием расследовать покушение на активиста и разобраться с криминогенной обстановкой в этой области. Этот напад тем больше имеет резонанс и является следом проваленной реформы после того, как мы с вами стали свидетелями событий на Миколаевске, а именно в Раде Євки-2. Я уже направил соответствующие заявления к генеральному прокурору. Буду встречаться с паном Луценком для того, чтобы обговорить эти вопросы. Я считаю, что ситуация на Миколаевске доведена до такого критичного сместа, что скоро придется там вводить на случайный стан. Обострилась ситуация на подступах к Дебальцеву. На этом участке фронта боевики активно применяют тяжелую артиллерию. Стреляют не только по военным, но и по мирным жителям. Все подробности расскажет наш военкор Вениамин Трубачев. Все поле в воронках. Михаил показывает, как говорят военные, новые прилеты. Меня выучило прямо ударило, прямо корень. Осколки получили как раз на наши блиндажи, технику и так далее. Поэтому посекло там, трошки досталось. Все живы? Так, все без жертв, никого не поранило. Только по этой позиции боевики выпустили несколько десятков артиллерийских снарядов. По словам бойцов, работают профессионалы, которые хорошо корректируют огонь и бьют прицельно. Это воронка от чего? Это воронка также от 120-го миномета. Приблизительно было 22-23 обстрела. В основном 120-й был калибр. Вот такие осколки здесь повсюду. Эти смертоносные куски металла бойцы нашли возле блиндажа. Под прикрытием артиллерии боевики постоянно пытаются атаковать позиции военных. Стреляет противник и по тыловым объектам. В основном используют самоходные артиллерийские установки. Калибр 152 миллиметра. Три снаряда там лупануло. И когда мы уже были в блиндаже, потому что лупили по нам, где-то по полю, был перелет, два перелета в ту сторону. То есть это приблизительно ориентировочно километров, наверное, 5 еще от нашего блокпоста. А там уже находятся дома мирных жителей. Много снарядов прилетает и к ним. Люди вынуждены ночевать в подвалах. Это село Луганское. Боевики ежедневно обстреливают этот населенный пункт. Например, вот одна из воронок. Военные говорят, что это взорвалась даже не мина, а артиллерийский снаряд крупного калибра. В этом доме осколками посекло стены. Все окна разбиты. Совсем рядом с местом взрыва стояли гражданские. Вот тут мы сидели как раз все. Гуртоп. И что, осколки полетели? Слышно было? А что-то аж пыль такая была поднялась. Аж брюки. Все это самое. Зашатало тут, блин, горело было. Сегодня боевики обстреляли Авдеевку и Марьинку. На этих участках фронта противник также использовал минометы и артиллерию. Вениамин Друбачев, Игорь Сули и Руслан Терентьев. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Пока боевики поливают огнем Донецкую область, участники трехсторонней контактной группы в Минске заявляют о необходимости полного, бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября. Сегодня там прошли очередные переговоры. Говорили и об освобождении украинских заложников. По словам представителя Украины Ирины Герашенко, ради их свободы возможны серьезные компромиссы. Готовы к этому самому большому компромиссу ради двух целей. Первое – это освобождение всех заложников, всех незаконно удерживаемых, беспрепятственном доступе гуманитарных международных миссий на всю территорию конфликта. В этом ужасном списке людей, которые незаконно удерживаются, 107 человек – это военные и гражданские на оккупированных территориях, и 9 человек – это те, кто удерживаются в тюрьмах Российской Федерации. Встреча на нейтральной территории. Американский госсекретарь Джон Керри встречается сегодня в Женеве с российским министром Лавровым. О чем говорили, звучала ли украинская тема, и как этот визит комментирует в Вашингтоне. Мой коллега Дмитрий Анопченко расскажет все подробности. Полицейские сирены разрывают тишину улиц. Усиленные меры безопасности, спецслужбы и взрывотехники, кортежи из десятков машин – это в Женеву прибыли делегации из Вашингтона и Москвы. Для переговоров, от которых ждут так много, госсекретарь Керри предложил именно Швейцарию. Встречу на нейтральной территории. И даже не в офисе ООН, а в роскошном местном отеле. Накануне этой поездки в Вашингтоне проанонсировали. Попытаются оформить окончательный вариант возможного прекращения огня в Сирии. Для того, чтобы во время так называемой гуманитарной паузы Организация Объединенных Наций смогла доставить хотя бы продукты и медикаменты в пострадавшие от войны районы. Этот план начали обсуждать еще месяц назад в Москве, когда там был государственный секретарь Соединенных Штатов. Но тогда Керри вышел к прессе и сказал подробности, сообщить не может. А может сказать только одно. Если все, о чем предварительно договорились, заработает, то это серьезно изменит ситуацию в Сирии. А вот сейчас уже более конкретный разговор. И один на один, и в присутствии спецпосланника ООН, Домистуры, и по отдельности с ооновским чиновником. Все за закрытыми дверями. Встречу начали около 10 утра по местному времени, потом в обед прервали. Увидев, что Керри, а затем и Лавров покидают здание, репортеры, дежурищие под отелем, всполошились. Неужели провал? Но журналистов успокоили, мол, переговорщики еще вернутся. Вернулись. О том, чего каждый из них хочет добиться, накануне разговора в Женеве они и сами намекнули через прессу. Так, Вашингтон-Пост получила инсайт. Штаты готовы предложить России создать совместный центр по координации воздушной кампании против террористических групп, чтобы избежать конфликтов в воздухе. А российские известия громко заявили о возможном военном сотрудничестве. И об изнанке этих переговоров сегодня много пишут в американской прессе. Пишут разные издания, но акцент делают практически на одном. Бараку Обаме важно закончить свое президентство, что называется, на высокой ноте. Достичь результатов, войти в историю, но еще добавить баллов демократам на будущих президентских выборах, до которых остается чуть больше двух месяцев. Именно поэтому Джон Керри, госсекретарь, сейчас будет стремиться всеми силами достичь договоренностей, которые позволят, если и не разрешить, то хотя бы притушить самые громкие конфликты. В том числе в Сирии и в Украине. При том, что Сирия тема номер один в Женеве, урегулирование ситуации на востоке Украины тоже обсуждалось. Это подтвердили в обеих делегациях. На данный момент пока без особых подробностей. Но по данным американской прессы, на обсуждении украинской темы настаивал как раз госдеп, что уже о многом говорит. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Миссия невыполнима. Ангела Меркель отправилась в европейский тур, чтобы переубедить противников своей миграционной политики. Сегодня она в Польше встречается с лидерами вышеградской группы. Подробности узнаем у Татьяны Лагуновой. Не неделя, а настоящий дипломатический марафон. Италия, Эстония, Чехия, сегодня Польша. После летнего отпуска Ангела Меркель отправилась в тур по Европе. Цель политического вояжа – обсудить с партнерами актуальные проблемы ЕС, а именно миграционную политику и будущее Европы после Брекзита. Миссия непростая. Восточным членам ЕС не очень нравится предложение Меркель принимать беженцев по квотному принципу. Ни политикам, ни гражданам. Вот как встречали Меркель, например, в Чехии. Сегодня в Польше тоже не самый теплый прием на камеру рукопожатия и улыбки. Но переговоры за закрытыми дверями для Меркель не из легких. Она встречается с премьерами вышеградской группы – Польша, Словакии, Венгрии и Чехии. Все они противники миграционной политики канцлера Германии. Венгерский премьер сегодня, например, заявил журналистам. Страна планирует построить второй забор на границе с Сербией. Чтобы еще надежнее защититься от беженцев. А на встрече с Меркель предложил создать европейскую армию. Вопрос безопасности – это приоритет. И мы должны приступить к созданию единой европейской армии. Не исключено, что на переговорах будут обсуждать отношения ЕС и России. В Вышеградской четверке есть страны, которые призывают ослабить санкции против Москвы. Позиция Германии в этом вопросе иная. Только после выполнения минских договоренностей. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Без виз, но за деньги. Евросоюз, по примеру, США хочет ввести плату за въезд и информирование о цели путешествия. Как это будет работать на деле, София Гордиенко выясняла. Вообще-то такую возможность обсуждали давно, еще до терактов и украинского конфликта. Но сейчас решили, что самое время. Система называется «Этиос» – скриптоним от электронной системы авторизации путешествий. И в Соединенных Штатах она успешно работает уже 6 лет. До этого заявки надо было заполнять в бумажном виде. Собственно, это аналог привычного нам визового формуляра. Во-первых, путешественник должен заполнить анкету с датами и планом путешествия и при въезде в ЕС заплатить 14 долларов. Схему протолкнули Париж и Берлин. Мол, так будет легче контролировать, кто, как и когда въехал на территорию Евросоюза. Основная идея этой системы в том, чтобы создать подобие того, что уже делают американцы. То есть она не разработана специально для возможного безвизового режима с Украиной и Грузией, а для каждого, кто приезжает в Шенгенскую зону. Будет больше мониторинга, кто въезжает на территорию ЕС, кто находится там дольше разрешенного срока. Ну и вопрос дня. Это безвизовый режим для Украины. При благоприятных условиях он может заработать с 1 января. Я думаю, что мы можем ожидать решения Совета и парламента по этому вопросу в октябре. А сам безвизовый режим вступит в силу с 1 января 2017 года. И украинцы смогут ездить в Шенгенскую зону без виз. Это рабочий план на сегодня. Я был уверен, что этот вопрос решится еще летом. Но у Германии возникли проблемы. Что-то подобное может случиться осенью. Почему именно Германия застопорила вопрос, неясно. Но причины могут быть самые разные. И украинские недореформы, и в принципе то, что Меркель уже приходится нелегко с мигрантами. А здесь еще безвизовый режим для страны, где де-факто идет война. Впрочем, если ничего не изменится по обе стороны границы, шансы поехать в Европу, заплатив сбор и заполнив декларацию, у нас есть. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер, Брюссель, Бельгия. Добро на безвизовый режим в октябре ждут и в украинском правительстве. Как заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цыцнадзе, это решение может быть принято на саммите Украины-ЕС, который, вероятнее всего, пройдет этой осенью. Есть уже передний позитивный ответ до поведения относительно того, что она считает абсолютно приятным это решение и правильным это решение. Больше того, в комитете о закордонных справах Европейского парламента это решение уже было решено. Но после того, как будет рассмотреть это вопрос на еще одном комитете, оно вынесется, так бы, на большой загал, в зал Европейского парламента и налаштованность, нацеленность на принятие позитивного решения. Сотрудничество в сферах машиностроения, энергетики, АПК и транспорта обсуждали сегодня в Киеве президент Порошенко и глава белорусского МИДа Владимир Макей. Стороны договорились активизировать торгово-экономические отношения и обсудили вопросы совместных культурных мероприятий по случаю 345-летия автора первой конституции Украины Пилиппа Орлика, который родился на территории современной Беларуси. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Львовская стачка. Чего требуют активисты, перекрывшие международную трассу? Грузовик со взрывчаткой. Кто взял на себя ответственность за новый теракт в Турции? Очередной скандал с рукоприкладством полицейских во Львовской области. Пенсионер обвиняет правоохранителей в избиении. Этот инцидент произошел еще 24 августа. Полицейских вызвала соседка пенсионера, они повздорили. Мужчину решили отвезти в райотдел, а тот ехать отказался. Когда тогда полицейские силой затолкали пенсионера в свой автомобиль, надели наручники, все происходящее его дочь снимала на видео. Мужчина активно сопротивлялся. Очевидцы говорят, что полицейские чуть не сломали ему ноги. Мужчине стало плохо, пришлось вызвать скорую. Позднее пенсионер написал заявление в прокуратуру. На данный час уже призначено судово-медичную экспертизу, особе заявнику, а также призначено службовое расследование щедо правомирности действий вказанных представителей полиции. За такие действия, в разе доведения их вины представителям полиции, загрожает избавление воли на строк от 3 до 8 лет избавления воли. И там же, во Львовской области, сегодня на дорогу вышли активисты и перекрыли международную трассу. Чего требуют люди от местных властей, выясняла Галина Якушко. Трасса Львов-Роворусская. Жители сел Малехов, Грибовичи и Дубляны вышли на акцию протеста. Зато вы забирай сметя! Все дело в унтом земельном участке. По словам чиновников, на него должны перевезти мусор из центра полигона. А вот местные жители опасаются, свалку расширяют, чтобы свозить сюда новые отходы. Люди возмущены и говорят, не допустят полигона. Единая наша задача полностью закрыть, нигде поблизости не открывать. Гибался до вога на подверье. Через 7 лет, когда оно наполнится, это свалка, оно рухнет. А если оно рухнет, оно рухнет просто на нашу первую линию. На дороге образовалась пробка в несколько километров. Пикетчики настроены категорично. Если раньше машины, где есть маленькие дети, пускали, то сегодня и они стоят в ожидании. Беспрепятственно могут проехать только пожарные и скорые. Водители людей поддерживают, но просят их тоже понять. Мне нужно ехать. Я на работе. Я везу скоро порт, который висит на мне. Если он испортится, мне придется за него платить. Прямо сюда, на трассу, на очную ставку, пикетчики вызывают мэра Львова. Мол, именно он должен отвечать за экологическую катастрофу в области и, наконец, решить вопрос с мусором. Но садовые, видимо, встречаться с людьми не готов. Вместо себя присылает чиновницу. Той приходится отдуваться и объяснять, что из Львова отходы в Грибовичи давно не возят. А на самом полигоне проводят рекультивацию. Но слова чиновницы людей не успокаивают. Они продолжают, настаивают, на встрече с мэром. Садового! Садового! Эта акция была самой продолжительной. По пешеходному переходу пикетчики ходили 8 часов. Но мэра так и не дождались. Он не приехал. В понедельник прямо на полигоне должно пройти собрание общины. Приглашают и садового. Но общаться с людьми, он, похоже, не спешит. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер Львовская область. СБУ задержало еще одного чиновника-взяточника. На этот раз погорел председатель одной из районных администраций Винницкой области. Он требовал 100 тысяч гривен от местного фермера за разрешение на аренду земельного участка площадью 26 гектаров. Чиновника поймали при поручении денег от своего водителя-посредника. Открыто уголовное производство. А в Харькове деньги требовала секретарь комиссии по вопросам переселенцев. Она отказывалась предоставить семье из Луганской области жилье в городке для беженцев. Пока те не покажут документы с прежнего места жительства. При этом четко понимала, что получить их невозможно. Решить вопрос предлагала за 4 тысячи гривен. Женщину задержали сразу после получения денег. Люди приезжали из Попасной, из Луганской области. Вы прекрасно понимаете, что сейчас там происходит. И что они не могут дать какую-то доведку ЖЭКу или что-то на кшталт этого. Сегодня, под час передачи 4 тысяч гривен, именно на такую сумму согласилась наша посадовица. И было затримано. Коммунальщики против энергетиков. Такая история разворачивается в Харькове. Там Облэнерго пытается заставить коммунальные предприятия заплатить долги. Более полумиллиарда гривен. И отключает им электричество. Кто прав, кто виноват, разбиралась Светлана Шакера. С 7 утра под зданием Облэнерго сотрудники трех коммунальных предприятий. Водоканала, теплосетей и горэлектротранссервиса. Требуют не отключать им электроэнергию. Чтобы мы продолжали работать и предоставлять услуги населению. Люди хотят воду получить. Воспользоваться коммунальными услугами. А им не дают возможность дать свое время на воду. Эти три предприятия задолжали энергетикам более 770 миллионов гривен. Время от времени Облэнерго отключает подстанции. Безрезультатно. Долги растут. В теплосетях, говорят, все перечисленные потребителями деньги автоматически переводятся на счета Нафтогаза Украина. И не возвращаются. Ни разницу в тарифах мы не получаем. Не получаем мы льготы и субсидии. Такие же претензии и у горэлектротранссервиса. Стопроцентные оплаты только за электроэнергию, потребленную метро. Трамваи и троллейбусы катаются в долг. Возмущены энергетики. Такого прецедента больше на всей территории Украины нет. Горэлектротранс, вдумайтесь, оплачивает 1,1% своего потребления. Но больше всего 640 миллионов гривен задолжал Харьков Водоканал. Откуда долги, замдиректора растолковать не смог. Причины различные. Я думаю, что на этот вопрос вам лучше ответят финансовые представители нашего предприятия. В тарифе Харьков Водоканала заложено ежемесячно 40 миллионов на покрытие расходов на электроэнергию. У меня простой вопрос. Где эти деньги? Почему нет оплаты? В Гурсовете с начала лета энергетиков кормят обещаниями. Уверялись, что в июле будет сессия, выделят деньги. А две недели назад мэр Геннадий Кернес лично заверял, что расплатятся. Но денег как не было, так и нет. Энергетики предупреждают, электричество будет столько, за сколько заплатили. Сегодня была обесточена тяговая подстанция на Алексеевке. Не ходили трамваи и троллейбусы. В субботу без трамваев останутся еще два крупных района города. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Премьер посоветовал местным властям искусственно не занижать тарифы на коммуналку. На своей странице в фейсбук глава правительства сравнил цены на водоснабжение и водоотвод в странах Дунайского региона. И заверил, что в украинский тариф заложен самый низкий объем инвестиций. На обновление и ремонт коммуникаций гривня из восьми, которые украинцы сейчас платят за один куб воды. В Молдове, к примеру, 3 гривни из 24, а в Австрии вообще треть тарифа. Не поднимая цены на воду, уверяет премьер, местные власти тормозят модернизацию труб, котельных и другой инфраструктуры в собственном городе. А тем, кому новые тарифы не по карману, он советует обращаться в отделы субсидий. Трое работников Автодора погибли в Харьковской области, еще двое получили травмы. Утром они устанавливали сигнальные столбики вдоль отремонтированной части трассы. В этот момент по дороге на скорости ехала легковушка. Неожиданно машина выскочила навстречу, а потом на обочину. Главный инженер нововодолазского рай Автодора и двое сотрудников погибли на месте. Виновник аварии, 67-летний мужчина, отделался царапинами полицейскими. Он пояснил, что почувствовал себя плохо и потерял управление автомобилем. По словам начальника областного Автодора, его подчиненные соблюдали все правила безопасности, место работы не огородили. На трассе выставили предупредительные знаки. Почти все мариупольское направление под плотным огнем противника. Накануне под артобстрел попал пропускной пункт Маринка. Там осколочные ранения получил мирный житель, но горячее всего возле Широкино. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Вот такой канонадой с утра встречает своих гостей курортный поселок Широкино. Уже второй день подряд боевики не прекращают обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. Под огнем даже тыловые объекты. Были в несколько месяцев. Как вы видите, были достаточно прицельные и плотные. На передней линии нашей обороны не смолкают вражеские пулеметы. Это восточная окраина Широкино. Еще с ночи украинская морская пехота в высшей боевой готовности. Противник простреливает почти все улицы. Расстояние позволяет всего 500 метров. Юрий внимательно наблюдает, как на соседней позиции его побратимы ведут бой. В ход идут гранатомет и стрелковое оружие. Но стрелять без команды морской пехотинец не имеет права. Я бачу, вы же так, на поготове, да? Так, так. Так, 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 сказал Кулемет. Он всегда говорит так, так. Бо нет, это чревато последствия. Так что мы такого не допускаем. Мы делаем, чтобы все у всех было доброе. А там немножко делаем нервы. Когда интенсивность вражеского огня нарастает, морпехам дают зеленый свет. Правда, кроме стрелкового оружия у ребят на позициях ничего нет. Из Широкина мы выходим тоже под грохот канонады. Активность боевиков здесь зашкаливает. Охладить их может только ответный огонь. Некоторые не выдерживают. Вот этот наемник из России сдался сам несколько дней назад. Мне уже надоело воевать за ополченцев. Денег тут не платят, хотя обещали. Он жрать не за что. По информации нашей разведки, противник сейчас активно стягивает технику к линии соприкосновения. Кроме того, кадровые российские части и подразделения наемников приведены в полную боевую готовность. На этом видео наемников батальон Сомали проводят учения по высадке десанта на Мариупольское побережье. Я считаю это психологическим, пробую психологического вплива на нас. Потому что мы знаем, что там стоят россияне. Наши бойцы, они уже видели за этот период столько, что это на них вплинуть уже не может. Но если высадка и будет, наши военные готовы встретить врага достойно. Руслан Смещук, Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Теракт на юго-востоке Турции. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли 11 полицейских и 78 человек получили ранения. Среди них были и гражданские. Взрыв прогремел около КПП в городе Джизры, недалеко от границы Сирии. В подготовке теракта власти подозревают экстремистов рабочей партии Курдистана. Террористические атаки сотрясают Турцию регулярно. Несколько дней назад при взрыве в городе Газиантеп на юге страны погибли 50 человек и 73 получили ранения. Взрыв прогремел на улице города, где проходила свадебная церемония. Число жертв землетрясения в Италии возросло до 278 человек. Около 400 пострадавших все еще остаются в больницах. Поиски выживших продолжаются в очень сложных условиях. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Поиски людей под завалами продолжаются. Регион все еще трясет. За эти два дня в центральной Италии зафиксировали почти тысячу повторных подземных толчков. Строения продолжают разрушаться. К тому же нам пришлось перекрыть несколько дорог. Они небезопасны. Мы уже вторую ночь ночуем в машине. С нами пожилая бабушка и мы просто не рискнули поехать по этим разрушенным дорогам. Впрочем, точно так же небезопасно оставаться возле нашего рухнувшего дома. Людям помогают и правительство, и общественные организации обеспечивают питание и ночлег, снабжают самым необходимым. Мы тут все как родные, делимся последним. Люди же в ту ночь выбегали полуодетыми. Я осталась в живых только потому, что нашла дыру в стене. Мы продолжаем искать пострадавших, но очень мало шансов, что под руинами еще есть живые люди. Сегодня к спасательной операции присоединились иммигранты, ожидающие легализации в этой стране. Эти люди оказались в сложной ситуации. Мы обязаны их поддержать. Количество погибших продолжает расти. В больницах около 400 раненых. Правительство уже выделило 50 миллионов евро на экстренную помощь. Мне 86 лет, и я за свою жизнь пережил не одно землетрясение, но это был апокалипсис. Завтра в регионе состоятся похороны 40 жертв землетрясения. Проститься с ними приедет и президент Италии Серджи Моторелло. В субботу объявили днем общенационального траура. Пока мало известно о национальностях погибших. По предварительным данным, пятеро были гражданами Румынии, один Испании и трое в Великобритании. Среди них 14-летний мальчик. Королева Елизавета II сегодня пожертвовала свои личные деньги Красному Кресту, чтобы помочь организации работать в Италии. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Боливии во время акции протеста шахтеры убили заместителя министра внутренних дел Радольфа Ильяноса. Он приехал на переговоры к бастующим со своим помощником. Там обоих взяли в плен. Помощнику удалось спастись, он тяжело ранен. По подозрению в убийстве полиция Боливии уже задержала около ста человек. Сейчас власти договариваются с протестующими о возврате тела Ильяноса и его семье. Акции протеста шахтеров начались в Боливии в середине августа. Горняки вышли на улицы в знак протеста против нового закона о кооперативах. В ходе столкновения митингующих с властями погибли двое манифестантов. Запретить Коран и закрыть мечети в Нидерландах. К этому призывает ультраправая партия этой страны «Свобода», которая идет на выборы с так называемой программой деисламизации. Лидер этой полицилы Герт Вилдерс предлагает также закрыть исламские школы и все центры для беженцев. Кроме того, он заявил, что будет добиваться выхода страны из Европейского Союза. Из-за таких радикальных лозунгов полицила уже сейчас пользуется немалой поддержкой. За правых на выборах, согласно последним соцопросам, готовы проголосовать около 25% голландцев. Тем временем Франция разрешила носить буркиния. Верховный суд страны отменил временное ограничение на мусульманские купальники. Носить их ранее запретили несколько французских городов. Деньги с душком на польской свалке нашли полмиллиона евро. А в Нью-Йорке разыскивают Бэтмена, который ворует пиво. Об этом и не только в нашем обзоре. В Испании в поселке Ихоноса состоялся оригинальный шахматный турнир. По полю вместо фигур передвигалась сельскохозяйственная техника. Площадку 150 на 150 метров заранее выкосили таким образом, чтобы были хорошо видны шахматные клетки. Ходы делали школьники, расположившиеся у края импровизированной доски. А водители техники осуществляли их на поле. Победу одержал юный кубинец Артура Фернандес. Понаблюдать за необычной игрой собрались более трех тысяч туристов. В Польше на свалке в старом пылесосе обнаружили полмиллиона евро. Сотрудники мусорного полигона в Колобжиге утверждают, что пачки злотых евро высыпались на транспортерную ленту. После того, как рабочие сообщили о находке в полицию, деньги изъяли. Одно из изданий сообщает, что хозяйкой наличности оказалась жительница Колобжига. После того, как она рассказала о деталях тайника, сбережения ей вернули. Фермер обнажился ради благотворительности. 43-летний шотландец Кенни Фрейзер разделся, чтобы привлечь внимание к компании благотворительной организации «Борьба со стрессом», которая занимается посттравматическими расстройствами у военных. Мужчина в обнаженном виде выполнил 22 отжимания. При этом он находился в своем пикапе, который двигался по центру города. Такую кампанию организовали в Соединенных Штатах, чтобы люди больше узнали о психическом здоровье ветеранов. Горячие воспоминания. Влюбленные Лорен и Алекс именно так запомнят свою свадебную фотосессию возле действующего вулкана Килаэо на Гавайях. Для этого в день съемки они проснулись в 3 утра и 3 мили прошли пешком до речки из лавы. Фотограф Джена Ли считает, это было идеальное время для фотографий. И очень благодарна за то, что пара согласилась позировать для нее босиком на острых скалистых берегах горячей реки. Разыскивается супергерой. Полиция Нью-Йорка ищет человека, который ворует пиво, облачаясь в костюмы супергероев. В последний раз, нарядившись Бэтменом, он украл 2 упаковки пива по 18 бутылок каждая в местном продуктовом магазине. Полиция описывает любителя пива как белого худощавого парня. Наш сайт подробностей.ua, информация там обновляется постоянно. Хороших вам выходных и до встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин